Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания к Солунинам, то есть к Фессалоникийцам, святого апостола Павла, глава 3, стихи с 9 по 13, то есть до конца 3 главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим. «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными, вы святыни пред Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня вторник, и мы с вами читаем отрывок из послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Это его первое послание в данную общину. Апостол Павел пишет о благодарности в первом стихе сегодняшнего отрывка. Вот что мы читаем. «Какую благодарность можем мы воздать Богу, а вас пред Богом нашим? За всю радость, которую радуемся, а вас пред Богом». Итак, апостол Павел так эмоционально восклицает, говоря о том, что, в принципе, нету у него, как пишет блаженный Феофилак Болгарский, толкуя данный стих 9 в данном случае, пишет о том, что апостол Павел не знает, как благодарить за то, что он видит в Фессалоникийцах, за всю радость, которую радуемся, а вас пред Богом нашим. То есть нет такой молитвы, нет такого хваления. Надо понимать, что молитва – это, прежде всего, прославление Бога. Ибо что мы можем Ему дать? Только наше прославление Его, нашу любовь к Нему. Чудные дела твои, Господи, да? Но здесь апостол Павел говорит, что нет такой молитвы. Какую молитву? Что выбрать, чтобы это было действительно достойно того, что видит апостол Павел в Фессалоникийцах? «За всю радость, которую радуемся, а вас пред Богом нашим». Действительно, апостол Павел являлся отцом тех общин, которым он пишет. Многие общины, которые именно он создавал, он к ним относится с отеческой любовью, с отеческой строгостью, но и с отеческой любовью, как к своим сынам и дочерям. И действительно, успехи, если можно так назвать, в духовной жизни, той или иной общины, очень радует апостола Павла и радует тех, кто вместе с ним трудился на небе проповеди, проповеди Евангелия Христова в разных уголках Римской империи. Итак, нет такой молитвы, которой можно было бы прославить Господа за ту радость, которую получают апостолы, видя успехи фессалоникийцев. «Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Апостол Павел молится о том, чтобы поскорее прийти к фессалоникийцам. Все тот же блаженный феофилак болгарский в толковании на данный отрывок говорит о том, что данный взгляд и данное такое отношение, заметьте, как апостол говорит, «всеусердно», то есть приложить все возможные человеческие силы, чтобы увидеть то, что он слышит, увидеть собственными глазами. Как и говорит блаженный феофилакт о том, что, как земледелец, который слышит о том, что как бурно растет его урожай, всегда хочет поскорее, с нетерпением, прикладывая максимально усилий, прийти на это свое поле, на этот свой участок и не бросать его, а наоборот посмотреть, что он еще может сделать, чтобы той благородной породе, что он выращивает, благородным растением, там, пшеницей или сад яблоневый какой-нибудь, да, что он еще может сделать для комфортного роста его плодов. Сам же Бог, Отец наш и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, да. Апостол Павел всегда, прежде всего, уповает на Господа, прикладывая максимальное усилие человеческие, он понимает, что все в руках Божьих. Действительно, та радость, тот успех, то молитвенное состояние, которое обретает апостол Павел, который видит и слышит в фессалоникийцах, он понимает, что это не заслуга, скажем так, исключительно человеческая, да, а прежде всего, это дар Божий. И нужно научиться воспринимать дары Божии. Наша харизма, как мы называем, да, это тоже дар Божий. Очень важно научиться полюбить себя, свои особенности характера, и научиться благодарить за это Господа, понимая, что дано это Господом. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какой исполнены мы к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его аминь. То есть здесь идет речь о Парусии, да, что такое Парусия? Парусия — это скорейшее пришествие Господа Иисуса Христа во славе, да, то есть, как мы называем, сегодня это второе пришествие. Тогда ожидания скорейшего пришествия Господа Иисуса Христа были очень большими, и Церковь жила этим ожиданиям. И все хотели пристать святыми, и мы сегодня хотим пристать в одежде брачной, что называется, пред Господом в день страшного его пришествия. И вообще в день страшного суда все-таки хочется стать одесную, а не ашую престола славы Божьей. На страшном судилище. Соответственно, Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам. Есть успех у фессалоникийской общины. И у нас с вами, дорогие братья и сестры, поскольку мы вот здесь сейчас с вами находимся, тоже есть, конечно же, успех нашего пребывания в Церкви. Но все-таки успех не совсем корректное слово в данном контексте, в данном контексте именно духовной жизни. Потому что успех христианский, он исчисляется не какими-то завоеваниями, а наоборот, нашим покаянием, нашим смирением, лицезрением нас во всей, в кавычках, красе нашей греховности. Увидеть свой грех, искренне пред Господом, Богом, Отцом нашим раскаяться и полюбить ближнего. Одна из главных сверхзадач нашей жизни. Почему сверхзадач? Потому что самостоятельно человек этого сделать не может. Он может пребывать в некой иллюзии, да, и в рамках нашего общества земного он действительно может добиться высоких успехов, но в очах Божьих это не будет значить ничего, ровным счетом. Получить славу здесь, на земле, до определенной степени можно сказать, что это легко. Но вот смирить себя, быть кротким пред Богом и любящим с ближними, вот главная цель и задача каждого христианина. Поэтому апостол Павел говорит, что нет предела совершенства в любви. Совершенствуйтесь в любви. Имейте ту любовь, которую мы имеем к вам. Мы имеем к вам любовь отеческую, любовь отца к своим детям. Так и полюбите друг друга так, как мы любим отцы своих детей, дети своих родителей. И даже больше. Расширяя свою любовь до краев земли, включая в эту любовь своих врагов, недругов. Перерастите эту ненависть, перерастите эту озлобленность друг на друга и покройте все любовью Христовой. Вот к чему призывает нас сегодня апостол Павел, напоминая о том, что нет предела христианского совершенства. Мы должны стремиться к любви и к ротости. Итак, дорогие братья и сестры, сегодняшний день церковь указует нам верный путь спасения через прославление Бога, через молитву, через соблюдение заповедей, и, конечно же, через любовь друг к другу. Но без покаяния невозможное очищение сердца, а именно в чистое сердце приходит искреннее, светлое чувство на любви. Любви не эмоциональной, а настоящей, христианской. Поэтому будем стремиться к такой любви, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова